всем привет вещаю могилевские хроники сегодня мы отправляемся в небольшой агро городок княжицы что в 15 километрах от могилева эта местность известна многим благодаря сохранившемуся здесь костел у святого антония именно сегодня мы о нем и поговорим его история берет свой отсчет с 1681 года тогдашний владелец княжецы хорунджи надворный литовский константин владислав пац основал деревянный доминиканский монастырь и передал в дар монахам 18 тысяч злотых спустя четыре года в 1685 году здесь поселились монахи доминиканцы благодаря щедрым пожертвованиям наследников из рода пации шиштоф константин потратил 15 тысяч злотых в 1724 году антони михаил 2000 злотых в 1750 году андрей и софия круковские 2000 злотых также в 1750 году 1780 году в местечко прибыл архиепископ белорусский станислав богуш сестранцевич для освещения костела этому времени территория современной восточной белоруссии уже вошла в состав российской империи по первому разделу речи посполитой 1791 году строительство костела завершилась храм имел прямоугольную форму с примыкающей квадратной апсиды на востоке и узким помещением притвора на западе внутри отличался просторностью интерьера благодаря внушительной высоте около 15 метров и отсутствию столбов посадка села представлял собой массивный щит разделенный по горизонтали на ярусы а по вертикали плоскими нишами на три части каждая из этих частей завершалась небольшой башенкой с куполом образуя в целом выразительную силуэтную композицию преобладание вертикали и сокращение ширины яруса вверху создавало впечатление взлета объема храма в нижней части фасада располагались выступающие вперед стенки с широкими проемами что придавало постройки не только устойчивость но и усиливало ее динамичность композиции кроме этого это создавало парадный двор и перед входом в храм подобный прием отличает костел княжецах от других культовых построек белоруссии конце 18 первой половине 19 века на территории бывшей речи посполитой вошедшие в состав российской империи произошло несколько освободительных восстаний после каждого из них царская администрация стремилась уменьшить влияние католической церкви в обществе так в 1832 году был упразднен доминиканский монастырь княжецах после этого костел обслуживался орденом кармелитов из белый нич а когда монастырь закрылся княжеский костел стал по-доминиканским 1864 году после очередного восстания костел княжеца был закрыт 1872 году здание костела переделали в православную церковь на главном фасаде был надстроен большой купол и три маленьких с лукоподобными на вершине церковь осветили в честь александра невского и она действовала в княжецах вплоть до 20-30 годов 20 века когда во время безбожной пятилетки церковный приход прекратил свою деятельность вновь церковь открылась в годы германской оккупации с конца 1941 года настоятелем тогда стал анисим александрович коваленко его судьба типично для священнослужителей испытавших на себе отделение церкви от государства в образовавшемся советском государстве анисим коваленко родился в 1882 году в крестьянской семье окончил учительский институт в киеве затем работал учителем русского языка чечерском городском училище 1910 году после окончания могилевской духовной семинарии стал священником в церкви деревне ульяновичи сенского уезда с 1928 года служил в церкви деревне высокая шкловского района 30 декабря 1930 года был арестован и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей по обвинению в антисоветской агитации 1935 году вернулся из заключения в могилев сначала работал на стройках но в 1941 году вновь стал священником и переехал в деревню княжицы 1946 году княжицкая православная община была официально зарегистрирована уполномоченным по делам русской православной церкви настоятелем продолжал служить анисим коваленко бессрочное бесплатное пользование общине передали здание княжицкой церкви с имеющимися там предметами культа церковь мало того что уцелела в годы великой отечественной войны там также сохранился 50 килограммовый колокол в 1946 году описывая состояние церкви анисим коваленко указывал на необходимость ремонта лишь окон и части крыши с июня 1961 года протеерей анисим коваленко был отчислен за штат и прекратил службу в александро-невской церкви его место занял васян александрович неверовский потомственный священник с 1939 года служил в приходах минской гомельской и могилевской областей к началу 60-х годов деятельность княжецкого прихода угасала новый священник писал уполномоченному по делами русской православной церкви по воскресным дням церкви бывает не более пяти шести человек даже в праздник не более 20 такая ситуация привела к закрытию церкви и снятию с регистрации княжеской религиозной общины в августе 1964 года здание костела церкви вошло в список архитектурных памятников охраняемым государством в октябре 1967 года госкомиссия провела обследование и техническое состояние здания и церкви и установила здание княжеской церкви принадлежит числу наиболее известных памятников архитектуры культового значения на территории бсср во время великой отечественной войны от попадания снарядов здание крыши дала две вертикальные трещины во всем здании кровля пришла непригодность исходя из этого комиссия рекомендовала произвести капитальный ремонт здания вопросом восстановления бывшей княжеской церкви занялось могилевское общество охраны памятников истории и культуры предполагалось что после реставрационных работ там откроется районный музей 1971 году целях сохранения предметы церковного обихода были учтены и переданы на хранение могилевский областной краеведческий музей ключи от входных дверей передали княжескому сельскому совету который обязался обеспечить охрану памятника 1976 году специалистами реставраторами было проведено обследование технического состояния здания смета на реставрационно-восстановительные работы составляла 216 тысяч рублей однако было выделено лишь 11 с половиной тысяч рублей на эти средства провели подготовительные работы и установили строительные леса после чего начатая консервация была свернута архитектурный памятник начал приходить в запустение часть церковной утвари похитили частично разобрали пол разрушился иконостасы притворы сегодня здание костела в княжецах входят в список охраняемых государствах памятников архитектуры территория огорожена деревянным забором однако само сооружение без консервационных работ постепенно разрушается бывший княжеский костел имеет выгодное расположение недалеко от областного центра и оживленной трассы восстановленное здание способствовал бы развитию как внутреннего так и зарубежного туризма в регионе перспективным проектом в этом случае могло было бы стать оборудование велосипедной дорожки могилев княжецы костел церковь музей туристический объект эта история дает множество возможных вариантов решения судьбы архитектурного памятника в княжецах заброшенный костел в княжецах содержит множество интересных особенностей и деталей тем обиднее видеть его постепенное разрушение если ситуация с восстановлением исторического наследия ближайшие годы не изменится беларусь может потерять еще один памятник истории